Привет! Меня зовут Сабанчеева Анна, и да, я знаю, что ты будешь делать этим летом. Мы вместе с тобой пройдем весь путь поступления от выбора вуза до твоего зачисления. Готов? Тогда погнали! Совсем недавно мы поговорили с тобой о целесообразности поступления в магистратуру, какие категории граждан могут туда поступать и считается ли диплом магистра вторым высшим образованием. Сегодня я предлагаю разобраться подробнее, что тебе нужно делать, какие документы готовить и на какие бонусы рассчитывать при поступлении в магистратуру. Сроки подачи документов на бюджет. 3 июля – начало приема документов. 1 августа – завершение приема документов. 12 августа – издание приказа о зачислении по целевой квоте. 14 августа – издание приказа о зачислении на бюджет. Не забудь про сроки подачи оригинала документа об образовании. Это 11 августа по целевой и 12 августа по основному конкурсу на бюджет. Сроки подачи документов на платное. 1 июня – начало приема документов, 20 августа – завершение приема документов. Приказы о зачислении издаются еженедельно до 28 августа при условии сданных вступительных испытаний. Ну а ты как хотел. Какие документы готовить? Список необходимых документов весьма прост и практически такой же, как и в бакалавриате. Тебе понадобится документ, удостоверяющий личность, основной разворот и страница с пропиской, документ об образовании, обязательно с приложением. Если вдруг забыл, это такой большой лист со всеми твоими оценками. СНИЛС – копия приписного свидетельства для юноши и сейчас что-то новенькое – реферат. Реферат для подачи документов в магистратуру тебе потребуется на тему, сопряженную с направлением подготовки, куда ты планируешь поступать. Реферат необходим для одного из вступительных испытаний, о котором я расскажу чуть позже. Индивидуальные достижения. Чтобы иметь большее количество баллов, чем твои конкуренты на поступление, во-первых, смотри наши видео. Во-вторых, готовь документы. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений. Что даст заветные баллы? Наличие у тебя научных публикаций в журналах, включенных в перечень ВАГ, или включенных в базу данных РИНС. Диплом бакалавра или специалиста с отличием. Международный сертификат знания английского языка. Наличие сертификатов, грамот, благодарности от руководства высших учебных заведений и научных организаций также принесет тебе заветный и дополнительный балл. Суммарно ты можешь получить до 5 баллов. Вступительные испытания. Для поступления тебе необходимо пройти два испытания. Комплексный, междисциплинарный экзамен по специальности и собеседование. На собеседование тебя ожидает общение по теме подготовленного реферата, который ты предоставлял вместе с документами в самом начале. Надеюсь, ты не скачивал его в интернете. За каждое вступительное испытание ты можешь получить до 5 баллов. Желаю тебе удачи. Будут вопросы, звони, пиши. И помни, шаг за шагом мы пройдем весь путь поступления от выбора вуза до твоего зачисления. Следи за новыми материалами. Пока!